Наташа, здравствуйте. Я получила Ваш вопрос, и я готова на него ответить. Я вот и Юлия Синарева, я семейный психотерапевт. Что я Вам могу сказать? Мне кажется, что любой человек, любая женщина в любом возрасте имеет право на счастье. Это общая рамка, которую я сразу бы хотела поставить над всем Вашим вопросом и над всеми моим ответом. Если так сложилось, что сейчас с тем человеком, которого Вы выбрали, Вы счастливы, несмотря на все препятствия, несмотря на отягощенность его семьей, несмотря на то, что Ваш сын категорически против, да, и тоже как-то пытается утвердить свое мнение, Мне кажется, что Вы делаете правильный выбор, исходя из рамочки здесь и сейчас. Вы заботитесь о себе, когда пускаете в свою жизнь своего мужчину. Может быть, временно. Но, судя по Вашему вопросу, Вас это устраивает. Никто не претендует на Вас, как на жену. И Вам хорошо. И, кстати, это очень редкий случай. Потому что было бы гораздо хуже, если бы Вы-то хотели как раз семейных отношений, а этот человек не мог бы Вам это предоставить, потому что есть дети, потому что есть обязательства. В данном случае человек просто приходит в гости, проводит с Вами какое-то время, питает Вашу самооценку, помогает Вам чувствовать себя хорошо, проводит с Вами время. Если Вам этого достаточно, наслаждайтесь. А сын? Ну что ж, у сына немножечко меняется его статус вдоль. Сын чувствовал себя с Вами почти как муж. Вы долго жили вместе, он был мужчиной, Вы были женщиной. И сейчас, как мужчина, он возражает, что его немножко кто-то подвинул, и кто-то другой делает Вас счастливым. Но Вы абсолютно правы. Сыну 22 года. Сейчас он живет с Вами. Через полгода, год, через 2-3 года. У него сложатся свои отношения, своя семья. Будете Вы жить вместе или нет, никто пока не знает. Как долго Вы будете с этим человеком, никто не знает. Просто наслаждайтесь сейчас. Постарайтесь именно этим успокоить сына. Ваши мечты о том, что наконец-то Вы будете жить с сыном в отдельной квартире и наслаждаться этим, нисколько не отменяются. Наслаждайтесь и живите с сыном. Но помните, что Вы все-таки живете с сыном. И у Вас, как у взрослой женщины, есть свои права. И у него, как у взрослого мужчины, есть своя жизнь. Мне кажется, что это правильное решение, что Вы позволили кому-то войти в Вашу жизнь. Так что просто не отказывайте себя в том, чтобы получать удовольствие. Ну и пока все, что я Вам хочу сказать.